Всем привет! Сегодня у нас четвертый урок, посвященный SDL. И урок этот находится... Сейчас я вам покажу. Вот-вот здесь. Ссылка, конечно же, будет в описании к видео. И в этом уроке научимся перехватывать нажатие кнопок на клавиатуре. Ну и давайте посмотрим на код. Что здесь нового добавилось? Смотрите, здесь есть у нас перечисление. Вот такого-то типа. И в этом перечислении есть такие вот, ну скажем, константы, буквенные. Default, Up, Down, Left, Right и Total. Total, а по обыкновению, содержит... Ну, нужно для того, чтобы узнать общее количество. Сколько здесь их, да? По умолчанию, если мы не укажем, что это равно нулю, то это будет равно нулю. Вот эта вот константа. Дальше. 1, 2, 3, 4... Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, 5 будет говорить, что у нас здесь 5 значений. Для чего нам это надо? Сейчас увидите. Теперь смотрите. Теперь смотрите. Мы заводим массив из сколько? Правильно. Из 5 значений. Значений. Массив размерностью 5. Для каждой клавиши... Ну, у нас 5... 4 клавиши и есть дефолт. И вот для каждого... Для каждого вот этого вот буквина, для каждой константы у нас есть свое... Какое-то будет значение. То есть у нас массив чего? Поверхности. То есть под каждую клавишу мы будем держать свою поверхность. Это означает в данном случае, что мы под каждую кнопочку будем иметь свою картиночку. То есть когда мы нажмем вверх, нарисуется какая-то картиночка, которая покажет, что была нажата кнопка вверх, вниз, вниз и так далее. Ну и какой-то дефолт. Вот. Если другая кнопка будет нажата, то мы увидим другую картиночку. Вот. Соответственно, у нас будет текущая поверхность и непосредственно массив поверхностей для картиночек. Вот. Дальше это вы знаете, что это такое. Это ширина, высота. Ну и, соответственно, здесь не так уж много отличий. То есть функция инициализации тоже у нас такая же, как и в предыдущих уроках. Инициализация библиотеки, создание окна, получение поверхности, главной поверхности. Загрузка медиа. Что здесь происходит? Здесь мы получаем, я получаю индекс непосредственно перечисления, вот это константы. Здесь я использую static cast, а не C-шный cast, потому что я использую типа G++. Плюс, вот, соответственно, чтобы не было предупреждений, я использую static cast. C++ приведение типа. Вот. Соответственно, вот здесь я получу индекс 0. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Для того, чтобы заполнить массив. То есть в данном случае в массив с индексом 0 я загружаю картинку press. Кнопки просто, просто press. С индексом 1 загружаю up, картинку up, что соответствует нашей кнопке. Да, там. С индексом 2 загружаю down и так дальше. Индекс 3 left, индекс 4 right. Вот, соответственно, в загруз, после загрузки медиа у меня в массиве поверхности есть 5 картиночек. Каждая картиночка будет потом соответствовать непосредственно, то есть будет как бы привязана к конкретной клавише. То есть default или press будет привязана ко всем клавишам, кроме вверх-вниз, право-влево. Итак, идем дальше. Функция закрытия. Закрытие чуть-чуть другая, потому что мы добавили новых 5 поверхностей. Соответственно, нужно будет пробежаться по этому массиву и для каждой поверхности вызвать free surface. Ну, это понятное дело. Дальше, 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 дальше. Главная функция. Главная функция main. Все здесь вроде точно так же. Init, load, media. И дальше все то, что мы уже видели перед этим. И current surface, ну, текущая поверхность. Какая у нас текущая поверхность? Текущая поверхность по умолчанию. По умолчанию мы там загрузили картиночку просто press. Ну, вы ее сейчас все увидите. Дальше у нас начинается самый главный цикл. Здесь мы выгребаем сообщение. И, 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 и. Вот, смотрите. Мы смотрим. Если это выход, то мы выходим. Иначе, если тип SDL key down, key down, вот, может быть, key up, key down, ну, тут разные события. То, тогда мы смотрим. Аж, что это за кнопочка? Что это за кнопочка? Так, давайте еще раз SDL event. Перейдем. И посмотрим на ее описание. Ну, на эту структуру. На эту структуру. Так, где ты, где ты, где ты? Так. Нет, это тоже самое. Загружать где-то я тут клацал. И, 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 и. Был переход непосредственно на описание каждой, 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 каждой. А ну-ка. Не могу найти. Ладно. Давайте посмотрим вот здесь. SDL event. В SDL event мы спрашиваем тип какой. Если это у нас, если тип SDL key down, то давайте, то скорее всего, то скорее всего, вот этот тип. Keyboard event data. Давайте перейдем к описанию этого типа. Что мы здесь видим? Вот, SDL keyboard event. Что у него есть? Давайте вот, SDL keyboard event. Вот описание. Да, вот оно. Смотрите, тип. Может быть, ну, кнопка может быть либо нажито, либо отпущено. Вот. Нам надо тогда, когда она нажито. Хотя по обыкновению обрабатывают key up, когда она уже отпущена. Вот. Дальше, дальше, дальше. Да, елки-палки, сейчас. Переходим. То есть мы смотрим, есть ли это key down, то нам надо узнать, а что же ты за кнопка? Что ты такое? Вот. Соответственно, эта структура состоит из вот таких вот перемен. Тип мы узнали. Дальше. Дальше key sum. Как мы видим, вот здесь есть e.key. e.key. Что-то не понял. Key. А, вот она, key keyboard event. Да, есть вот она, key keyboard event. И у keyboard event есть key sum. Что такое key sum? Key sum это непосредственно представление кнопок, которые были напущены или отжаты. То есть мы можем перейти на sdl key sum. И вот здесь, и вот здесь. Посмотрите, здесь есть еще две перемены. ScanCode и keyCode. В чем разница? А мы сейчас посмотрим. Так, теперь мы переходим кей, key sum. И вот здесь есть sum. То есть keyCode и scanCode. Наверное, разница есть. ScanCode, keyCode. ScanCode 0, 0. А ну-ка для буквы А. ScanCode, keyCode. А для... А, фиг его знает. Не знаю. Не знаю, не знаю. ScanCode keyCode. Короче, я думаю, вы это, наверное, можете и сами прочитать. Прочитать. Но, короче. Короче. Здесь мы непосредственно добираемся. Давайте еще key sum. Вот оно, да? Это виртуальный keyCode. Ну, то есть это обернутый... Давайте перейдем. Это такие define или перечисления. Это перечисления для каких-то клавиш. Соответственно, здесь вы можете понаходить... Ну, не то, что практически. Я думаю, для всех клавиш описание. То есть, если вам надо обработать нажатие no, вот ее представление. Если f1, f1, ну, kp, это, по-моему, keypad. Вот так. Если f1, то где-то здесь я видел. А, вот оно. f1, f2, f3, f12. И так дальше. Delete кнопки. Delete. Escape тут тоже, я думаю, есть. Давайте escape. А, вот он. Escape, Backspace, Tab и и т.д. и т.п. Вот. Короче, нам надо... Вот, то есть мы добрались непосредственно на вот с помощью key мы добрались до структуры этого типа. То есть мы узнали тип. Дальше добрались до объекта вот этого типа Keyboard Event. И у него уже берем keySum. А у keySum непосредственно код, который нам нужен. И дальше мы обрабатываем. Если это кнопка вверх, вниз, влево, вправо, то мы подгружаем нужные нам картиночки. Если это escape, мы выходим. Если что-то другое, кроме всех этих кнопок, то мы индексу присваиваем индекс картиночки по умолчанию. И дальше мы текущей поверхности присваиваем ту поверхность, которая была выбрана. То есть вот здесь происходит выбор. Дальше мы рисуем и обновляем наше окно. И теперь давайте запустим. А вот по умолчанию рисуется такая кнопка. Теперь я нажимаю вверх, вниз, влево, вправо. Теперь пробел нажму. Как вы видите, все у нас красивенько, быстро работает. Сейчас я нажму escape и наша программа завершится. Потому что вот я обработал кнопку escape. Ну, в принципе, все. То есть сегодня вы научились или не научились, а увидели, как легко обрабатывать клавиши. Обрабатывать события нажатия клавиш. То есть точно так же легко обрабатывать всякие события мыши. К примеру, mouse button event. Вот mouse button event. И есть у нас нажатие кнопки left, middle, right, x1, x2. Ну и так далее и тому подобное. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok